Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Практически летняя погода наступает в Тверской области. Что это означает? Что люди начнут массово выходить в леса. К сожалению, выходы это не всегда проходит успешно, а иногда даже заканчивается трагически. Люди теряются и гибнут. Что делать, чтобы не потеряться в лесу? И что очень важно, что делать, если все-таки вы заблудились? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Это мой когда-то коллега, оператор нашего телеканала. А теперь доброволец поискового отряда «Лиза Алер» Тверской области Игорь Стасик. Игорь, приветствую. Добрый день. Игорь, давай сразу к практике. Как правильно собраться в лес? Прежде чем вы собрались идти в лес, самое главное сказать родственникам, а я собрался в лес. Можно собраться замечательно, как... Либо другу. Ну, если родственник в этом городе нет. Как спецназовец собраться в лес пойти. Но если ты заблудился, тебя не ищут, это очень-очень плохо. Скажи, я пошел в лес, я вернусь к ночи, я не собираюсь ночевать в лесу. Чтобы хотя бы к вечеру заблудившегося начали искать. Или если ты собираешься недолго провести небольшое время, сказать, в обед я хочу вернуться домой. Это не только леса касается, я детей своих учу, ушел куда-то, скажи, я вернусь, я пришел, я ушел. Это очень просто написать сейчас две строчки, два слова родным, чтобы родные знали, где ты и когда ты вернешься. Леса это тоже касается. Что брать с собой, как экипироваться? То, от чего люди часто гибнут в лесах, это обезвоживание и переохлаждение. Соответственно, нужно взять с собой воды, пол-литра, литр. Сколько, вот правда, оптимально? Ну, две по пол-литра взять, то есть литр воды, это нормально. Две бутылочки пол-литровых. Это кажется, ой, у нас много рек, много болот, но не зря в древнерусском фольклоре есть «не пей козленочком» станешь. Не с каждой лужи ты попьешь, не с каждой речки можно попить. Чистой, хорошей воды взять с собой литр на день. Что-нибудь, чем можно развести огонь, согреться. Даже если ты не умеешь развозить огонь. Спички не помешают. Спички, зажигалка обычно. Не надо какие-то дорогие, когда заправляются газом. Обычно вот в супермаркете две-три кинул в карман, пускай не валяется. Даже если ты не куришь, и это хорошо. Кинь ты в карман зажигалку, пускай валяется. Не пригодилось, да и хорошо. Вода, тепло, яркое, что-то яркое на себе. У нас люди прячутся от грибов, не знаю, от других грибников, быть может. В камуфляжи. И все идут в лес в камуфляже. Человека в камуфляже, в лесу увидеть очень сложно. Он специально разрабатывался, чтобы человека не было видно в лесу. Но это не означает, что нужно надевать полностью яркую одежду или раскрашиваться. Но что-то должно быть. Яркая шапка, кепка. Простая зеленая яркая жилетка, которая у водителей валяется в багажниках. Очень-очень сильно поможет. Не нужно думать, что я что-то глупо себя чувствую. Я в дорожной жилетке иду в лес. Да пусть не пригодится, и тебя не будут искать. Не обязательно сразу надевать. Надень, когда понял, что потерялся. То есть можно ее в рюкзаке оставить. Что-то яркое должно быть. Если идешь на полный день и думаешь, я, наверное, к вечеру вернусь. Может так случиться, что к вечеру не вернешься. Возьми фонарик. Фонарик с батарейками. Но самое главное, уходя в лес, не нужно забывать о сотовом телефоне. У нас сейчас покрытие сотовой связи большое. Не везде, но большое. И при наличии сотового телефона, а если это еще смартфон с картами, выйти из лесу можно будет даже самостоятельно. Можно будет позвонить 112. Ведь даже если на телефоне нет полосочек уровня сигнала, 112 чаще всего вам ответит. Это заложено в систему сотовой связи. Итого, получается, вода, телефон, вода. Без еды можно поголодать сутки, без воды намного сложнее. Но все-таки человек собрался знать на целый день. Что все-таки практичнее всего взять? Практичнее всего взять то, что, во-первых, упаковано хорошо. Это не что-то рассыпное, семечки и тещелка. Нет, это в заводской упаковке. Это то, что можно просто быстро достать и перекусить. Это энергетические батончики. Шоколадные? Обычно шоколадные батончики с орехами. Это просто орехи. Многие дома делают специально, смешивают орехи, мед, заворачивают фольгу и нарезают. Очень-очень питательный батончик получается. Одного такого батончика на друга хватит. Он реально заряжает. А пить с него не захочется? А у тебя вода, если это? Эти батончики заменят вам полноценную еду. Если вы заблудились, вам нужна будет энергия. Кажется, я просто прогуляюсь по лесу. По лесу гулять, это же не по ровной дороге. Это через корни переступать. Это обходить деревья, обходить болото. И энергии тратится. Человек не замечает, как он устает. И когда он устает, он еще и не знает, куда идти. И все. У человека начинается паника. Он начинает метаться по лесу. А если ты заблудился, нужно остаться на месте. Мы дошли до этого раздела нашей программы. Человек заблудился. Что делать? Позвонить 112. Остаться на месте, позвонить 112 и сказать, что я заблудился. Не отвечать потом на звонки непонятных номеров. Не тратить энергии. Да. Если у вас телефон, к сожалению, оказался не заряженный. И у вас нету Powerbank, который может подзарядить ваш телефон. Не тратите вы телефон зря. Позвоните 112. Скажите, я заблудился. У такой-то деревни. Вот даже если связь прервется, вы успеете сказать, что вы заблудились и что у такой-то деревни. Это самая важная информация. Что есть человек, которого нужно искать, и он у такой-то деревни. Если у вас есть еще время, если у вас не прервалась связь и телефон все еще работает, можно сказать, я из деревни ушел на юг, ушел в сторону реки. Как-то обозначить, куда вы пошли, в какое направление. Теряются люди в лесах, в разных лесах, и понять, в каком из лесов вокруг деревни очень сложно. Так вот сообщил, я там-то, там-то. Такой еще совет, если телефон прям все садится, прям в ноль вообще, выключайте телефон. Вы сообщили, я потерялся в лесу таком-то, я включу телефон через час, плюс-минус. Экономьте энергию, потому что если вы окажетесь в лесу без телефона, найти вас будет намного сложнее. А вот действительно, что делать, давай, предположим, худший вариант развить события, человек не может дозвониться, нет там соцсвязи вообще, или действительно телефон сел, то есть он не может подать никак о себе весточку. Как себя вести? Во-первых, человек должен понимать, что его будут искать, что он сообщил, что заметит его пропажу. Если близко дело к ночи, мы ищем место для ночлега, ищем место безопасное. Что значит безопасное? Лапник нарвать. Безопасное то, которое позволит вам переночевать. Позволит вам переночевать, не замерзнуть на земле, на бревне, на каком-то, может, на возвышенности, бревна поваленные. Лежать на земле, очень быстро человек замерзнет. Даже летом. Даже летом. Найти какое-то открытое место. Если вы в совсем глухом лесу, все равно где-то какие-то прогалины есть. Какую поляну. Да, поляну. Потому что искать в том числе могут вас из воздуха, и найти человека в лесу, в густом, подкройном дельфе невозможно. Ни с беспилотника, ни с вертолета. На поляне это много лучше. А если у вас еще есть с собой что-то яркое, чем вы сможете помахать, летящим над вами... Заслышав звук вертолета. Не забыть отвлекаться на любые шумы. Ведь если вас ищут, и вас зовут Алексея, зовут Александр внезапно, вряд ли кто-то еще в лесу здесь потерялся, и с похожим именем откликаться на все, на любой шум. Громко кричать, свистеть, нет голоса, сел голос, стучать палкой по дереву, издавать какой-то шум. Он заодно и животных отпугнет, и привлечет внимание тех, кто ищет. А если у вас с собой еще есть такой маленький свисток, киньте его в карман. Уходя в лес. Да, да. Пускай он там лежит. Свистком подать сигнал можно намного проще и намного дальше. Тебя услышат с большего расстояния. Особенно если сел голос, что важно. Кричал, сорвал голос, а свисток, и ты всегда можешь подавать себе сигналы. Но даже простой стук по дереву в тихом лесу, где птицы молчат, и вдруг стук постоянно, стук по дереву, он тоже привлечет внимание поисковиков, и вас найдут. Либо грибников, кто там местные жители ходят и так далее. Скажи, ну давай в двух словах, а Лиза Алерт, Тверская область, сколько вас в нашем регионе? Пока еще не так много, как хотелось бы. Человек 100. В чате, в котором мы общаемся, те, кто постоянно выезжает на поиски, нас около 100 человек. Мы периодически проводим встречи для новичков. Если человек хочет принять участие и не знает, как начать искать людей, можно прийти на такую новичковую встречу. А потом у нас в отряде 24 направления. У нас реально вот помочь может каждая, есть такая фраза, и так оно и есть. Если человек не хочет в лес ходить, но хочет помочь, он может сидеть дома, принимать звонки на горячую линию 8800. Если у человека нет времени принимать вызовы, там шумно, он может делать репосты. У нас у всех есть социальные сети, и информация распространяется по социальным сетям довольно-таки очень быстро. Сделать пару-тройку репостов, это тоже большая помощь в поиске. У нас есть группа коротких прозвонов. Если, как говорится, хорошо подвешен язык, можно пойти в эту группу и помогать, обзванивая больницы в поисках потявшегося человека. Очень много поисков закрывается таким обзвоном. И помочь может реально каждый. Не обязательно быть сильным, выносливым и ломиться через лес, как лось. Приходите. Что ж, у нас в гостях был Игорь Стасюк, доброволец волонтерского объединения «Лиза Алерта». Он нам рассказывал о том, как себя надо вести в лесу, как правильно уходить в лес. Еще раз в двух словах повторю. Обязательно сказать родственникам, друзьям, кому угодно, что вы уходите в том-то направлении и во сколько хотите вернуться. И, как вы слышали, с собой надо взять около литр воды, из еды лучше орешки и шоколадные батончики, взять обязательно яркую одежду, хотя бы какой-то яркий элемент. И даже такая вещь, как свисток, может спасти вам жизнь, потому что вы сможете подавать себе громкие звуки. Да, ну и, конечно же, обязательно заряженный телефон, он тоже вас очень сильно выручит. Надеюсь, вы услышали советы гостя моей программы. Игорь, спасибо большое, успехов вам в вашей работе и чтобы все ваши поиски заканчивались успешным спасением граждан. Это была программа «Тема дня комментариев». До новых встреч.